Всем привет дорогие друзья, вы на канале Джирайя и предлагаю сегодня поговорить о таком проекте как Chains Arena. А перед началом видео напоминаю, что видео носит только развлекательный характер и не является финансовой рекомендацией. Автор не призывает к каким-либо действиям, кроме как поставить этому ролику лайк и подписаться на канал. Это очень помогает в продвижении канала. А мы начинаем. Игра не новая, но была выкуплена и сейчас ждет свой перезапуск. Проект Отмобокс находится на стадиях альфа-теста и имеет свободный доступ. Игра находится на блокчейне Binance Smart Chain. Каждый день при входе в игру вы получаете бонус Отмобокс, который используется для покупки свитков, призыва и ускорения сундуков. Существует два вида свитков призыва. Обычный и премиум. Они различаются по редкости призываемых персонажей. В обычном режиме, в отличие от премиума, нельзя получить эпическую или легендарную карту. За израсходование каждого свитка призывы героя дают лакеринг, который можно использовать в рулетке. Она позволяет выигрывать свитки призыва и также книги для улучшения скиллов персонажей, а также валюту для прокачки. Карты с персонажами имеют определенное количество звезд. Чем выше количество звезд, тем больше допустимый уровень прокачки этой карты. При этом все карты героев имеют свою стихию. Собираются в команду персонажей одной стихии. Можно получить бонус. Также на героев можно одевать предметы. И как со стихиями, если собрать предметы одного сета, то будут доступны дополнительные бонусы. Предметы можно улучшить так же, как и в своей карте в кузне. У каждого персонажа есть свои способности, пассивные и активные. Все умения имеют перезарядку. Скиллы персонажа определяют его роль. К примеру, такую как танк. У легендарных персонажей есть дополнительная пассивная способность, которая срабатывает как триггер во время боя при определенных обстоятельствах. К примеру, если здоровый персонаж упал до 50%, она повесит на союзных героев щит. Ненужные карты можно сжечь или обменять. При сжигании вы получите валюту для улучшения других персонажей. Также можно поменять некоторое количество карт определенной редкости на одну более высокой. Примерно подобным образом можно менять стихию персонажей. Для сражения вам понадобится иметь от одного до шести персонажей. Собрать нужно две команды. Одна для обороны при нападении на вас, другая для нападения. Они могут быть одинаковые. Брои проходят в подземельях, либо же на арене. Все сражения в игре проходят автоматически, то есть автобой. Система в играх Мобокс такая, что каждые две недели обновляется рейтинг. И по итогам прошлого сезона вам насыпают награды. Механика игры очень похожа на Heroes Empire, про которую есть видео на моем канале. Также есть система пассивного фарма. Чем дальше мы проходим по кампании, и чем больше героев у нас есть, тем больше позволяет получать пассивные Мобоксы, золото, свитки призыва и валюту для прокачки. Пока что это единственное место, где могут выпить предметы для персонажа. В игре также можно объединяться в гильдию, которая дает свой бонус, в виде гильдийского магазина, гильдийских подземелья и сражений. Пока это все самое важное, что я хотел вам рассказать об этом проекте. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, а также задавайте вопросы и оставляйте свое мнение в комментариях. А с вами был Джирайя, увидимся в новых роликах, пока! Субтитры сделал DimaTorzok